Добрый день! Государственная телекомпания Западной Армении представляет самое важное событие этих дней. Сегодня в эфире Седьмая сессия второго созыва Национального собрания Западной Армении Лидия Маркосян. Армянские школы до города ВАМ в Западной Армении. Культурное и природное наследие Западной Армении Мардин. Азербайджанские спецслужбы продолжают распространять сложные слухи в Фейсбуке. В Тибилисе открыли улицу именно Сергея Параджанова. Армяне хороморто вернулись домой, не обращая внимания на выстрелы азербайджанцев. Официальный запуск цифровой сети Джульфа будет объявлен во время саммита Орион. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Выступление Лидии Маркосян на седьмой сессии Национального собрания второго созыва. Прежде всего я приветствую всех вас и председателя парламента Республики Западной Армения госпожу Арутюнян и выражаю благодарность за проведение этой сессии. Наше министерство выполнило свою работу. Учитывая события последних месяцев, мы отправили официальные письма в ООН, Минскую группу, председателя многочисленных парламентов, чтобы напоминать им об основных правах армянского народа. Мы хотим напомнить, что именно благодаря великой работе по госсанубару в 1920 году 34 государства признали Армению, нынешнюю Западную Армению. Однако право, признанное Западной Арменией, не было подтверждены. Читайте полную версию на нашем официальном сайте. Как и в других регионах Западной Армении, в Ване до начала XIX века образование было сосредоточено в монастырях и предназначилось для тех, кто готовился к монашеству и священству. В свою очередь священники получили образование в монастырях, обучали чтению только своих детей и еще нескольких детей, чтобы передать священство из поколения в поколение. Первая школа в городе Ван была основана в 1820-х годах в Каакамеч при Вартанской церкви по инициативе богатого купца Акоп. Согласно статистике, подготовленной к остатнопольским патриархам, в 1834 году в городе Ван было три армянские школы. Несмотря на то, что отдельные школы в этом списке не названы, можно предположить, что эти школы при церкви святого Вартана, города Айгестан и церкви Норашен. Город Мардин расположен в юго-восточной части Западной Армении. Это один из древних городов крепости Масопотомии. Он располагается между городами Эзедия и Мацбин. Мардин входит в число кандидатов, включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мардин назвали городом крепостей, и на притяжении своей истории он был одним из важных населенных пунктов многих цивилизаций, будучи одним из городов армянского, шумерского, персидского, османского, владычест. Мардин является самым важным городом с точки зрения культурного разнообразия. Служба национальной безопасности Республики Арцах сообщает, что азербайджанские спецслужбы в арцахском пространстве, социальной сети и фейсбук продолжают распространять фейковые новости на армянских аккаунтах и пытаются создать атмосферу страха. Об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности. Мы предпринимаем соответствующие шаги для предотвращения возможного развития событий. Призываем вас не следовать фейковым новостям и воздержаться от распространения подозрительных новостей и также их обсуждения в социальных сетях. Следите только за официальными новостями, говорится в сообщении. Сергей Параджанов считается одним из выдающихся кинорежиссеров 20 века. Армянский кинорежиссер родился и в Растебелисе, в семье Обанесса Параджанова и Сирам Пижановой. Работы Сергея Параджанова в основном отражают этнические разнообразия Кавказа. В Тебелисском районе Мацаммида открылась улица Сергея Параджанова. На открытии улицы присутствуют члены Тебелисского городного совета, представители сферы искусства, друзья и родственники. Открылась улица известного кинорежиссера Сергея Параджанова. Вклад Параджанова в нашу культуру и кино является бесценным, сказала Нина Увартуна-Сити, председатель Тебелисской комиссии по именам и символам Цакребулу. В селе Хараморт Аскерянского района Арцаха жизнь постепенно возвращается в нормальное состояние. Хараморт входит в состав Хаченской провинции Арцахской области, Великой Армении. В 2022 году азербайджанский вооруженным формулированием удалось захватить часть холма Караглух, прилегающего Хараморту и Паруху, который имеет стратегическое значение для безопасности этих сел, как и для всего района. Сейчас люди снова вернулись к нормальной жизни, но уже под прямым огнем противника. Местные жители уверяют нас, что они не боятся войны. В ходе технологического саммита Ориен Саммит будет объявлен официальным запуском цифровой сети Джуга, как всеармянская интеллектуально-технологическая торговая и культурная инициатива, объединяющая силы. В ходе панельной дискуссии будет также представлено культурное значение цифровой сети Джуга, а саммит завершится приемом. В рамках саммита также пройдет выставка произведений современного искусства. Саммит Ориен 2022 состоится 22 июня в Ереване Матанадаран. В нем примут участие всемирно известные создатели, инвесторы, консультанты и специалисты в области технологии, финансов, бизнеса и т.д. Западная Армения высоко ценит любую инициативу, которая улучшает жизнь армян, живыхших на территориях Западной Армении. Придерживаясь своих принципов и отношений к зрителю, государственная телекомпания Западной Армении продолжает свою работу с новым подходом. Как вы все знаете, наше телевидение транслирует в основном новости по истории Западной Армении с политическим и другим подтекстом, связанным с настоящим, будущим и также с различными вопросами. Мы прозрачно представляем события президента Республики Западной Армения, правительства, национального собрания и других структур. Дорогие соотечественники, при вашей поддержке возможности нашего телевидения будут еще расширяться и укрепляться. Вместе мы сильнее. А сейчас музыкальная часть. Армянская народная песня. Армянская народная песня. Полная версия этого видео доступна на нашем официальном YouTube-канале. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok